Жизнь человека течет циклами. И когда цикл заканчивается, то перечеркивается все, что было. Человек как будто за новую жизнь начинает. Вот поднимите руку, у кого перечеркнулось недавно все. Как будто новые люди, новая жизнь, новые интересы, все. А там вообще ничего не осталось, то, что было там. Там уже пустота, все. Там все бросили тебя, предали, оставили, у тебя ничего нет. Новый цикл начинает. И былые дни перечеркнет, представляете? А самый большой цикл, это когда человек уходит из жизни. У него потом другая жизнь начинается. Он потом рождается, ничего не помнит вообще, что было. Если захочешь вспомнить, можешь вспомнить. Но для этого не надо голотропное дыхание делать. Для этого нужно молиться. Потому что когда человек молится, он способен почувствовать прошлую жизнь. Он начинает чувствовать себя глубже, как личность. Потому что там судьба находится внутри. И если ты глубоко себя понимаешь, глубже, 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 потом раз, уже чувствуешь, кем ты был в прошлой жизни. Как ты жил. Какая была жизнь, что там происходило. Это во снах снится. Прошлая жизнь снится во снах. Но сны адаптированы к этой жизни. Вроде бы тебе кажется, что у тебя переживания с этой жизнью, а это с прошлой. Вот когда один и тот же сон много раз снится, это значит, что в этом состоянии ушел из жизни. Это самое большое переживание, когда человек уходит из жизни. Это самое большое переживание. Он говорит, какое переживание, я уже ничего не помню. Нет, мы все помним. Человек выходит из тела, и он потом через некоторое время осознает, что произошло. Он видит, что все люди вокруг, это и родные, и все, но они уже недоступны. С ними уже никак не встретишься, ничего. Все так человек чувствует в своей жизни. Потом идет дальше, в следующую жизнь. И зачем это все надо тогда спрашивать? Затем, чтобы научиться сразу устремляться к главному. К главному уже с самого начала, уже с молодости. Если к главному, тогда тебе не понадобится рождаться вновь и вновь. А главное в жизни человека – это кто? Бог. Он самый лучший, он самый чистый, он самый светлый, он самый близкий. Но мы должны сами его выбрать. Мы выбираем не Бога, а суету, свою жизнь. Это знаете, с чем сравнивается? Вот когда луч от солнца идет, он гаснет все время по дороге. Бог – это солнце, а лучик – это душа. Как сделать так, чтобы душа не гасла? Она должна спять жить. Вот тянет туда, это суета, да? Вот туда тянет. А надо куда идти? Фрам назад. То есть надо разворачиваться и лететь в солнце. Это жизнь спять. Ну, то есть, именно это и дает возможность победить судьбу. Жизнь спять. Иначе ты будешь гаснуть все время. Чем больше ты своим желанием служишь, тем ты слабее становишься, тем тяжелее жизнь, тем тяжелее судьба, тем больше препятствий, тем все как бы становится хуже. Но когда человек, наоборот, устремляется к правильной жизни, ему все становится лучше. Потому что есть разные способы решать вопрос. Вот, допустим, есть разные энергетические уровни в жизни. Это называется социальное положение, по-русски. Вот почему одни люди имеют высокое социальное положение, им легко всего достигать. Вот позвонил там тому-то раз, получил такую-то возможность, позвонил тому, такую-то возможность. Почему? Потому что они в прошлых жизнях много добрых дел дел делали, и у них очень сильный запас благочестия. Запас благочестия означает сильно привлекательный человек. Он выбирает в себе общение, которое дает им большие возможности в жизни. Сильно привлекательный человек, сильный запас благочестия. Другой социальный уровень. Это люди расслабляются от этого. Они забывают про Бога, им хорошо жить и так. Не были мы ни на каком-то айте, нас и здесь неплохо кормят. Вот, ножки маленькие, пузо большое. Вот кот такой, да, помните? Попугай искал истину, он там летал. Он искал, где его дом, да? Он искал истину. А кот не искал никакой истины, потому что ему и так нормально. Человек, который имеет много благочестия, он может очень сильно пострадать от этого. Потому что благочестие без Бога превращает человека в отрожку. Он просто наслаждается в следующей жизни, всю жизнь. Вот он стремился, делал добрые дела, благочестие накопил, но при этом без Бога жил. Просто ради добрые дела делал, ради людей. Результат какой в следующей жизни богатство, роскошь и полное забвение. И потом все заканчивается развратом, эксплуатацией людей, нарушением законов и все прочее. Такая жуть. И все заканчивается тюрьмой или смертью, или нищетой. Ну, то есть человек теряет все в конечном счете. Когда благочестие заканчивается, он разрушает все свое счастье. Ну, то есть высокое положение в обществе указано на то, что ты много добрых дел делал. Но даже когда находится человек в низком положении в обществе, чем ближе человек к Богу, тем меньше потребностей в жизни. Вот монахам вообще ничего не надо. Он там, у него комнатушка есть, там немножко покушать. И он, вы скажете, ну такая жизнь меня не устраивает. Какая жизнь, вы знаете, его жизнь? Его жизнь это бесконечное счастье. Он строит очень чистые, светлые отношения с людьми. Он любит всех, он Бога любит, морится постоянно. Но почему он удовлетворен в таком маленьком количестве комфорта и удобства? А потому что у него такой уровень развития отношений с Богом. Чем больше у человека отношений с Богом, тем меньше ему нужно, вот по-настоящему нужно в этой жизни. Вплоть до того, что уменьшается потребность во сне, в еде, в отношениях. Вот муж нужен был, бац, не нужен уж. Это же легче так жить вообще. Жена нужна была, теперь уже не нужна. Дети нужны? Нет, все уж не нужны. А что тогда тебе надо? Бог. Человек чувствует счастье от отношений с Богом. И в следующей жизни он не опять рождает с человеком, а идет к Богу. Там вечная жизнь. Вот это и есть цель человеческой жизни. Понимаете, увеличивать настоящее в своей жизни и уменьшать временное. Но мы не можем искусственно увеличивать настоящее, потому что мы должны что делать? Добрые дела делать, желать всем счастья, молиться Богу должны. И Бог постепенно приближается к нам в жизни. Чем ближе он становится, тем карма или судьба действует слабее, и тем больше благодать действует. Есть удача в жизни, а есть судьба. Вот астрологи вообще не знают, что есть милость. Они думают, что вот что в карте нарисовано, то и будет. Понимаете, карта – это судьба, это энергия времени. А милость, она стирает эту судьбу, она облегчает все. Вот тебе, допустим, не положено мужа, молился – раз, положено. Почему? Потому что так Бог действует. Он делает человека счастливым. У него становится много счастья в жизни. Почему? Потому что Бог наполняет его изнутри. Он становится богатым. Он полный Богом человек становится. И все, ему квартира меньше, уже не нужна такая большая. Ему хорошо просто маленькая, он скажет, да не может быть. Это самообман. Это у вас самообман. То есть самообман думает, что ты вот сейчас на эту квартиру накопил, и что ты дальше с ней будешь делать? Человек голенький ему ходит, понимаете? Все, что накопил, здесь остается. И что дальше? Представляете, вы жили, копили, копили, копили. Потом вам приходит, кто-то говорит, все, собираю вещи, чемодан, все, будешь копить заново. Вот тебе теперь живи здесь. Какое вообще? Что такое? Я же уже накопил. Не волнуйтесь. Но так действует судьба. Она говорит, иди, чемоданчик, как бы собирай, все, до свидания, в другое место. Будешь там теперь жить. Все заново. Рождаешь, ничего не соображаешь вообще. Что происходит? Все пугает. Потом немножко очукался, понял, что происходит. Потом опять накопил, потом бац, опять ничего нет. Ты так постоянно, понимаете? Это называется колесо самсары на санскрите. Самсара означает одно и то же. Я когда увидел кусочек своей прошлой жизни, такой полусон, полуподрствование, и медленно, а до этого что было? Ну всегда же, как бы, Олег Геннадьевич, а вот на этот вопрос. Человек, он же бесконечный, ему, если что-то показали, ему надо больше, 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 больше. Вот я такой, а, а, вот это, говорю, а что так все похоже? Ну, я начал прошлой жизни подсматривать. Я думаю, а что все похоже, одинаково? Говорит, сердце, да, вот так все одинаково. Примерно год сорок, день сорок. Все примерно, потому что судьба у тебя повторяется, испытания, страдания повторяются. Вот, допустим, у меня в этой жизни трудно было в институте учиться. В прошлой тоже. Я видел в прошлой жизни разок сон. Мне плохо учиться в институте. Но как-то я вижу сон, что мне плохо учиться в институте. Смотрю, а я в другом месте учусь. Другие люди вокруг, дома другие, не такие высокие, как в фильмах старинных показах. Вау! Я в женском теле, а не в мужском. Прошлая жизнь. И тоже тяжело было учиться в институте. И повторяется все у всех. Вот у моей дочки тоже тяжело учиться в школе, было в институте. Ну, то есть, все повторяется. У всех. Родственники похожие судьбы имеют. Не то, что это из-за тебя. Ну, то есть, понимаете, когда человек живет для Бога, даже благочестие, которое он копит, оно не валит его потом в пропасть. Потому что, если человек просто не для Бога, а просто добрые дела делал, то он потом начинает неправильно всем пользоваться. А когда человек живет для Бога, он в следующей жизни рождается и в хороших условиях, и при этом не дорожит этим слишком сильно, он не начинает развлекаться. Он просто дальше идет к Богу и уже в другой атмосфере, более счастливой, чем раньше была. Но так должен человек жить. В этом заключается смысл жизни. Я спросил в этом сне, говорю, а для чего все это? В чем прикол? И такая тишина, как бы, такой, и, ну, не то, что он разговаривал со мной, просто вот, как я чувствовал такие вещи. И ответ такой, а для того, чтобы ты был ближе ко мне, хотя бы чуть-чуть, за всю жизнь, если ты чуть приблизился, значит, не зря живы. А приблизиться очень трудно. Чем ближе человек к Богу, тем меньше судьба на него давит, тем больше счастья. Счастье означает, можно желать всем счастья, не так много нужно в жизни уже становится. Ну, то есть, человек освобождается от этих всех колесов, вот это самсара, оно манит.